Всем приветик! Продолжаем с экзаменом Civics на гражданство версии 2020 года. И мы остановились в прошлый раз на первой части, на самой American Government, американское правительство, часть А. И вот мы добрались до 16-го вопроса System of Government. Ссылка на ту страницу, где я сейчас нахожусь, будет в описании к этому видео. В этой части, части В, вопросов очень много, до 50, по-моему, доходит, даже больше, до 62, поэтому нечего нам здесь сидеть лясы точить. Мы поехали! 16-й вопрос. Назовите три ветви правительства. И варианты ответов. Legislative, executive and judicial. То есть это legislative, законодательная, executive, экзекьютивная, мы так не говорим по-русски. То есть те, которые принадут в исполнение, исполнительная власть, judicial, судебная. Я извиняюсь, у меня немного времени. Я очень редко по-русски говорю, поэтому иногда несколько секунд мне нужно вытянуть это слово из головы. И второй вариант, как вы можете ответить, congress, president and the court. Конгресс, президент и courts – это судебная система, суды. Мне кажется, на моё усмотрение, я бы выбрала второй вариант, congress, president, the courts. Это легче запоминать, чем legislative, executive, judicial. Семнадцатый вопрос. The president of the United States is in charge of which branch of government? Президент Соединённых Штатов находится во главе какой ветви правительства? Правильный ответ – executive branch, то есть исполнительная ветвь, исполнительная власть. Executive, прочитать так. Executive, executive, executive branch. Восемнадцатый вопрос. What part of the federal government writes laws? Какая часть федерального правительства пишет законы, создаёт законы? И варианты ответов – US Congress, US or National Legislature, то есть американский конгресс – это первое, второе, американский или национальный legislature, законодательство. Or legislative branch – законодательная ветвь. Конечно, я бы сказала «Congress», проще всего запомнить. Девятнадцатый вопрос. What are the two parts of the US Congress? Каковы две части американского конгресса? И правильный ответ, он единственный здесь – Senate and House. Полностью можно сказать Senate and House of Representatives, то есть Сенат и Дом представителей, но видите, Representatives дано в скобках, так что просто можно сказать Senate and House, этого достаточно. Двадцатый вопрос. Because name one power of the US Congress. Назовите одну... Power – это сила, то есть одну... Ту вещь, которую конгресс может делать, да? Одну из... Назовите одну из... Это как прерогатива конгресса, то есть то, что конгресс имеет силу делать. Не знаю, извиняюсь за свой русский. Может быть, в Гугле наберёте power of Congress, найдёте лучше перевод. Значит, и варианты ответов. Rights laws, declares wars. Извиняюсь, опять-таки я буду перевести. Rights laws, то есть создаёт, пишет законы, declares wars, объявляет войну, makes the federal budget, создаёт федеральный бюджет. Мне кажется, либо первый вариант, rights laws, либо третий, makes the federal budget. И ещё пока я тут переводила, вспомнила. Перевод есть на русский язык. Две части предыдущего видео. Но я не помню двадцатый вопрос. Вот интересно, у меня просто не было времени посмотреть. Двадцатый вопрос с этой версии 2020 года. Это точно такой же двадцатый вопрос с версии 2008 года. Потому что если да, и двадцатый вопрос такой же, то перевод дан в тех двух частях 2008 года. То есть можете те тоже части посмотреть. Не зря же говорят повторение мать учения. Поэтому всё равно пойдёт в пользу. Двадцатый вопрос. How many US senators are there? Сколько существует американских сенаторов? Правильный ответ 100. One hundred. Двадцатый вопрос. How long is a term for a US senator? Какой срок службы американского сенатора? Правильный ответ 6 лет. Six years. Двадцатый вопрос. Who is one of your state US senators now? Кто является вашим сенатором на данный момент? Этот вопрос. Смотрите другое видео. Там есть у меня видео 2020 года. Обновление вопросов. По-моему, оно называется 2021 год. Американское гражданство. На моём канале. Да. И там вот эти вопросы, которые я показываю, как найти имена сенаторов. Есть такое видео отдельно. И может быть, я ещё отдельно сделаю конкретно по 23 вопросу. Двадцать четвёртый вопрос. Сколько голосующих членов находится в Доме представителей? Правильный ответ. Four hundred thirty five. Ещё раз прочитаю. Four hundred thirty five. Когда говорите... Извиняюсь за этот шум на бэкграунде. Four hundred thirty five. То есть четыреста, да? Когда говорите thirty five, тридцать пять, язык между... Кончик языка между зубами. Тогда получается не звук у вас... Thirty... Как... Это очень грубый акцент. Thirty... Если хотите смягчить свой акцент, то кончик языка между зубами. Thirty... Thirty five. Чувствуете разницу? Thirty... 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 Thirty five. Но какая разница с акцентом? Главное, правильно запомнить и правильно ответить. Двадцать пятый вопрос. How long is a term for a member of the House of Representatives? Сколько находится срок службы в палате, в доме представителей? House of Representatives. Правильный ответ. Два года. Two years. Двадцать шестой вопрос. Why do US representatives serve shorter term than US senators? Почему представители служат свой срок... Почему их срок короче, чем у американских сенаторов? И ответ на это... To more closely follow public opinion. Чтобы быть ближе к мнению народа. Это очень грубый перевод. Быть... Да, очень дословно, да? Чтобы быть более близко, следовать follow public opinion. Мнение народа. Но что это значит? Что поскольку US representatives их избирают на более короткий срок, то есть ротация идет быстрее, не 6 лет, а 2 года. Через 2 года их избирают. Поэтому как бы новые лица появляются в палате представителей. Двадцатый вопрос. How many senators does each state have? Сколько сенаторов находится в каждом штате? Правильный ответ. Two. Их два представителя от каждого штата. Двадцать восемь вопрос. Why does each state have two senators? Почему каждый штат имеет двух сенаторов? И, конечно, это потому, что две партии. Equal representation for small states. Это означает равноправное представительство для маленьких штатов. Или второй вариант. The great compromise, Connecticut compromise. Также известный как... То есть великое great соглашение, компромисс. Или соглашение штата Connecticut. Даже я не знаю, что посоветовать. Конечно, первый вариант намного проще. Why does each state have two senators? Почему два сенатора в каждом штате? Да, конечно, equal representation проще всего. Equal representation. Да, много, конечно, запоминать на этот экзамен. Так, еще дополнительные вопросы. Двадцать девятый вопрос. Name your US representative. Это тоже есть в другом видео. Я его здесь в ссылке оставлю. Потому что по штатам это разное. Тридцатый вопрос. What is the name of the speaker of the House of Representatives now? Кто сейчас является спикером палаты представителей? Тоже этот вопрос есть в этом видео, которое было дано внизу. Who does a US senator represent? Кого представляют сенаторы? Они представляют граждан своего штата. То есть ответ citizens of their state. Тридцать второй вопрос. Who elects US senators? Кто избирает сенаторов? И поскольку сенаторы представители граждан своего штата, то граждане их штата как раз и выбирают. То есть ответ citizens from their state. Тридцать третий вопрос. Who does a member of the House of Representatives represent? Кого представляют члены палаты представителей? Они представляют опять-таки граждан своего дистрикта. Citizens in their district. Или можете сказать citizens of their district. Ну, второй ответ. Citizens in their district проще всего. Тридцать четвертый вопрос. Who elects members of the House of Representatives? Кто выбирает в палату представителей? И ответ опять-таки граждане дистрикта. Citizens from their district. Полностью ответ читается citizens from their congressional district. Даже не думайте это запоминать, вам это не надо. Citizens from their district. Граждане из своего дистрикта. Тридцать пятый вопрос. Some states have more representative than other states. Некоторые штаты имеют больше представителей, чем другие. Почему? Варианты ответов. Because of their state population. То есть из-за популяции штата. Из-за количества жителей. Есть же русское слово такое. Population. Население. Из-за населения штата. То есть по числу населения штата. They have more people. Очень простой вариант. Потому что там больше людей. They have more people. Я бы посоветовала этот второй ответ. Some states have more people. Тоже очень простой. Some states have more people. В некоторых штатах больше людей. У меня уже язык заплетается. Наверное, до сорокового дойдем. И все. Тридцать шестой. The president of the United States is elected for how many years? Насколько выбирают президента штатов? Точно так же, как в России. Четыре года. Four years. Тридцать седьмой. The president of the United States can serve only two terms. Why? Президент штата. Штатов только может прослужить два срока. Почему это? И ответ. Because of the 22nd amendment. Из-за 22-й поправки. Или to keep the president from becoming too powerful. Чтобы предотвратить президента от того, что он станет слишком всесильным. Powerful. То есть очень много силы. Поэтому два срока и все. Больше президента не избирают того же. What is the name of the president of the United States now? Этот вопрос в видео дан. На данный момент Дональд Трамп с 20 января. Это будет Джо Байден после инаугурации. Тридцать девятый вопрос. What is the name of the vice president of the United States? Каково имя вице-президента? Опять-таки на данный момент Майк Пенс. Кто будет, посмотрите после 20 января. Проверяйте. Тоже это видео есть на отдельные вопросы. Так, ну еще один. If the president can no longer serve, who becomes president? Если президент не может больше исполнять свой долг, кто становится президентом? Ответ. The vice president. Вице-президент. Все, 40 вопросов. Значит, будет вторая часть. Часть ТБ. Всем удачи. Всем пока.